Девушки отдыхают А также рассказала, насколько хороша местная кухня Хороший китайский пельмень На сегодня я пообещала себе не слово, а еде Это местная кухня, глаза разбегаются, аромат потрясающий Я уже пробовала зеленый манго с солью, сейчас у меня будет ананас с перцем Яйца с помидорами, чечевица и рис Мясо с лепешками, чем вам не прелесть? Добро пожаловать на Маврики, это Жизнь других ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Найти Маврики на глобусе задача непростая Зато в различных мировых рейтингах она периодически появляется на первых строчках И не только как лучший курорт, но и как одна из самых перспективных стран для развития бизнеса Даже маврикийский паспорт входит в тридцатку самых завидных, обогнав более 150 соперников А еще Маврики одна из самых густонаселенных стран И семья Сидрика и Марин недавно увеличила население острова на одного жителя Вот, правда, с этим жителем сидит в основном няня и бабушка А Анастейша стала мамой, еще не успев закончить школу Но это не смущает ни ее, ни ее семью Ведь она здесь не единственная такая Но Нермала, как и многие местные жители, целыми днями работает в поле Ведь чайные листья сами себя не соберут Каждый раз, когда куда-нибудь прихожу на Маврики, я слышу постоянно разные языки То французский, то креольский, то английский Вчера со мной вообще официант на итальянском говорил Полиглоты какие-то Каждый житель острова знает минимум 2-3 языка 85% местных общаются между собой на креольском Это смесь французского с английским и хинди При этом доминирующим языком в СМИ является французский Которым тоже владеет практически каждый первый Но в Конституции указано, что английский является официальным языком правительства Хотя кроме английского в правительстве разрешено использовать французский На Маврикии столько всего красивого, что глаза просто разбегаются И без авиасейлс я бы даже не поняла, куда стоит идти в первую очередь Вот это место, где я нахожусь, я нашла в сервисе Короче Здесь есть все, от ресторанов до самых живописных мест Где стоит сделать фото для ваших соцсетей С сервисом Короче от Авиаселси себя чувствую практически как местный житель Здесь должны быть очень популярны языковые курсы Только представьте себе, дома говоришь на креольском Включаешь телевизор, там все на французском Едешь в парламент и пожалуйста, у нас тут все на английском Интересная математика в школе на каком языке В школах тоже есть свое деление Государственные школы преподают программу только на креольском А вот в таких частных, как наша, обучение либо полностью на английском, либо на французском И я как раз приехала в одну из таких частных школ На Маврикии очень часто школа находится вместе с детским садом Дети приходят вот сюда, видите, в детский сад До пяти лет они учатся и занимаются здесь А когда приходит время идти в школу, переходят через коридорчик И идут вот сюда уже в школу И начинается, так сказать, взрослая жизнь Ну, наверное, по крайней мере Ну, интересно, здорово Все жители Маврикии с 6 до 17 лет получают среднее образование И как вы уже могли догадаться, все родители стараются отдать своего ребенка в частную школу Я готова заплатить любые деньги, лишь бы у моего ребенка было лучшее будущее Не знаю, какое здесь у детей будущее, но настоящее очень даже ничего А у вас звонки есть или нет? Или как вот вы? Учитель говорит, закончился урок, все, да? Или как вот вы понимаете, что урок закончен? Звонков у нас нет Мы сами приходим на урок и знаем, когда пора идти отдыхать А, серьезно, ты смотришь на часы и такая Учитель, извините, уже все, урок закончен, я пошла, да? Да мы секунды считаем до перемены, так что всегда напоминаем учителям, что урок закончился А, как интересно! Так бы я бы сказала, извините, Тамара Ивановна, то, что вы диктуете, вот это вот уже время ваше вышло И это не единственный плюс В частных школах детей обучают по международной программе Часто сюда прилетают иностранные учителя, поэтому французский или английский преподают носители языка И здесь мы уверены, что нашего ребенка точно никто не ударит Вам не послышалось, и такое здесь бывает В школе в нашей деревне учитель может запросто дать подзатыльник или ударить по рукам И самое печальное, что некоторые родители это даже поощряют В нашей школе, конечно, такого нет Да это и невозможно, у нас здесь все как на ладони А что вот это такое? Здесь отдыхают наши учителя А, так это учительская! Ты не представляешь, какая у нас была учительская! Они закрывались, учителя, и что там происходило, никто не знал А тут, посмотри, просто open space, так сказать, понимаешь, все на ладони Нигде она спрятаться не может Интересно! Образование в частных школах стоит по-разному У нас, например, месяц обучения обойдется в 5000 рупий Но есть школы, где и 25 тысяч платят Как мы уже поняли, кроме отличных знаний, в эту сумму также входит плавание, занятия йогой, различные физические активности и, конечно же, питание Я была бы не я, если бы не заглянула к школьным поварам и не узнала, что же сегодня на обед Итак, оглашаю вам список Яйца с помидорами, чечевица и рис Я бы в школе была бы голодная А, и там еще что-то, да? Что тут? Это блюдо из африканского тропического огурца Где бы я похудела, так это в школьной столовой Но худеть я не люблю, поэтому пойду в место, которое является антонимом слова диета На рынок! Если хочешь узнать наших людей, прочувствовать колорит и вкусно поесть То тогда на рынок нужно идти обязательно Она сказала, вкусно поесть! Ммм, я уже на месте! Сейчас, все, попробуем А то тропический огурец, ну, правда, надо чем-то заесть Тут на рынке можно купить все, что угодно О, пожалуйста, это тонфи Я слышала про такой вот, это как десерт Давайте мне, уно Интересно, чем это она поливает и посыпает ананас? Ой, похоже, десерт медленно превращается в гарнир к мясу Вам точно один? У меня еще есть голодный оператор, пусть тоже попробует Вдруг невкусно Где-то я уже пробовала зеленый манго с солью Сейчас у меня будет ананас с перцем Кроме того, что этот ананас с перцем чили Он перед этим побывал в уксусном растворе Поэтому палитра вкусов, конечно, непередаваемая Кисло-соленая штука Острые Спайси Ну нет, не спайси Не спайси Ой, ну очень такая Ой, мой оператор с удовольствием этому съест Все тебе Все вот, видишь, я еще тебя не люблю И я издеваюсь над тобой Не-не, все тебе, давай По итогу скажу, что рынок действительно хороший Чистый, дружелюбный и дешевле, чем в супермаркете Говорят, еще и безопасный Ни карманников Никого Так что снимать здесь больше нечего Все говорят, что Маврикия абсолютно безопасное место Ходи хоть днем, хоть ночью Вообще нечего переживать Я не знаю, так ли это Вообще нечего бояться Говорят, не знаю, но Господи Летучая мышь, мама дорогая Как же нечего бояться Жанна, летучих мышей здесь, как у вас, воробьев А вот краш, убийства и разбойных нападений у нас толком и нет У нас здесь так спокойно, что даже нет какого-то криминального района Жизнь научила меня не верить людям на слово Поэтому я обратилась к местному юристу и международной статистике По уровню преступности мы, конечно, обгоняем Исландию и Эмираты Но в отличие от Мальдив и Доминиканы у нас в два раза безопаснее Например, за год у нас примерно 300 убийств А в наших тюрьмах сидит всего 2500 человек А знаете, что в этих тюрьмах пьют? Нет, не кофе Дорогие друзья, я наконец нашла место в мире, где кофе любят меньше, чем чай Чай, я на чайной имплантации Так, вот, смотри, куст тебе собрала И эту любовь объяснить легко Ведь 10% территории острова засажено именно чаем А кофе надо везти сюда не пойми откуда И мы не только полностью обеспечиваем наш остров чаем, но и экспортируем его в 15 странах Кстати, забавный факт Два главных экспортируемых товара с Маврикия Это чай и сахар Так что передаю привет всем, кто сейчас завтракает и смотрит нас Возможно, вы пьете ваш ароматный чай благодаря Нермале Который каждый день с 6 утра и до полудня собирает урожай Давай сюда Сейчас я тебя научу Да, тут там уже все оборвали Вот так срываешь верхушки Ага, а вот это? И этот Нормально? А какой, вот этот? Да, все три А, ну а вот тут? Там уже все А как понять? Опыт, моя дорогая Так, подожди, смотри, вот это еще и вы А ты мне скажешь, ты давно тут работаешь? Тут уже нечего срывать А ты давно тут работаешь? 21 год уже А, давно я понимаю А сложно было устроиться на эту работу? Нет, абсолютно нет И вот, и смотри, а как вот это? А, там с другой стороны Да что ты к кустам пристала Все, я поняла, я поняла И в поле, и на заводе работает 155 человек И каждый из них на вес золота Если кто-то из них увольняется То найти нового человека практически невозможно Поэтому приходится привозить сюда рабочую силу из Бангладеша А очереди работать в поле нет, потому что труд каторжный За смену надо собрать 50-60 килограммов листьев Вне зависимости от сильной жары или дождя За каждый килограмм нам платят 30 рупий Поэтому при лучшем раскладе за смену можно получить примерно 1800 рупий Жанночка, надень шапочку Конечно, да, да, да Это значит и от солнца, и от дождя А ты вообще любишь чай пить? Да Любишь, да А я вот, знаешь, вот любила кофе Но теперь не понимаю, может, вдруг чай полюблю Какая ты странная Когда вот чистоту не любишь, когда не убираешь сам Идем, пошли Но есть здесь и такие работники, для которых дегустация чая входит в их прямые обязанности За день я выпиваю примерно 5-6 чашек чая Я как главный технолог должна убедиться, что чай готов и может поступать в продажу Люди по 6 чашек за день пьют, думаю, и я с одной справлюсь А кофе у вас нет? Ладно, похожу еще по заводу, вдруг все-таки полюблю этот чай После того, как чайный лист сорван, он сутки обсыхает от росы или ночного дождя А потом его фасуют в мешки и отправляют на склад, где он хранится примерно 3 месяца За год завод изготавливает 300 тысяч тонн чая И я очень хотела вам показать все эти запасы Но когда один из мешков меня чуть не оглушил, я решила уйти от греха подальше Покажу вам лучше, как чай попадает в привычные всем нам пакетики Вот это самый популярный чай на Маврики Смотрите, я никогда не видела, как его делают Видите, вот тут бумага, отсюда вот идет чай Видите, вот так вот бумага идет, чаек захватывает Вот тут наклеечка, вот тут ниточка И вот тут оно фиксируется, делается чик-чик-чик И пакетик готов, и здесь вот он уже идет в коробку Один пакетик за секунду чая делает Представляете? И все, и попадает к вам на стол Вот маврикийцы говорят, очень любят этот чай Что касается стоимости, то упаковка из 25 пакетиков стоит 50 рупий А полкило листового чая – 200 рупий Кроме того, что завод зарабатывает на производстве чая Он также проводит на своей территории экскурсии Ведь никто из местных не упустит возможности заработать на туристах Каждый второй житель Маврикия хоть как-то, но связан с туристическим бизнесом Но пока одни сдают комнату в своем доме Или готовят домашнюю еду бюджетным туристам Другие придумывают развлечения для более искушенных путешественников Семь дней в неделю я провожу подводные экскурсии И делаю фото и видеосъемку Отбоя от желающих нет И знаете, как понять, хорошо ли зарабатывают работники туризма? Правильно! Надо пойти к ним домой И сразу все станет ясно и понятно Привет! Добро пожаловать! А вместе с Марин меня встречала ее двухлетняя дочь и няня Которая живет вместе с ними Когда-то этот дом принадлежал моим родителям Но позже мы выкупили его у них за 10 миллионов рупий Ведь он находится в 50 метрах от пляжа И нам близко добираться до работы В доме три просторные комнаты, два санузла Так что всем места хватает По словам хозяев, на коммуналку уходит 12 тысяч рупий На садовника 5 тысяч Еще 15 на зарплату няни Ну, судя по всему, работники сферы туризма Здесь отлично зарабатывают А вы, мама, это свекровь твоя? Да, это моя свекровь Ну и как вам невестка, скажите? Самое лучшее, самое красивое, настоящее золото Лучшая, лучшая Все на камеру так говорят Поверьте, моя душа так говорит Мне повезло со свекровью Она сразу приняла меня как родную Хотя такие браки, как у нас с Эдриком Не всегда принимались местным обществом Оказывается, еще каких-то 10 лет назад Такой союз активно осуждали Да и сейчас, из-за некоторых исторических фактов Смешанные браки не особо-то поощряются местными жителями Сейчас из-за большого количества приезжих Смешанных браков полным-полно Но 8 лет назад, когда мы с Эдриком только познакомились Я год избегала родителей и боялась им обо всем рассказать Ведь я знала, что они будут далеко не в восторге Ну, а как сегодня? Сегодня уже все абсолютно нормально Они его любят, поздравляют его с днем рождения Говорят, ты какая доченька, ты у нас молодец Что вышла замуж за такого мужа Знаешь, как мои просто говорят Я как замуж выхожу, так они и радуются, что я выхожу Думают, какой молодец, что знаешь Радуются они сегодня Им потребовалось много времени, чтобы принять мой выбор и одобрить его Сейчас они спокойны за меня Ведь видят, что я счастлива И что Седрик надежный муж и папа Конечно, надежный Дом большой Няню оплачивает Кстати А няня тут живет, да? Она практически всегда здесь Серега И у нее своих четверо детей А кто своими детьми сидит? Моя мама А дети и рады, когда меня нет Не хотелось бы прерывать веселье Но тут за углом я заметила Вот такое действо Я долго не могла понять, что происходит Прещение, причастие Просто люди молятся Пока все не вышли на парковку Этот обряд в индуизме называется пуджа автомобиля Владельцы новых авто обращаются к священникам за освещением их машин Чтобы уберечь их от аварии и, в принципе, для безопасной езды Учитывая то, что автомобили здесь стоят в два раза дороже, чем на материке Я бы на их месте тоже, на всякий случай, позвала священника А теперь отправлюсь в место, где врачи справляются без посторонней помощи В государственный роддом Многие местные жители предпочитают рожать именно в государственных роддомах Почему, вы спрашиваете? А потому что здесь все-все-все Все-все-все-все-все Буквально Все-все бесплатно Ну, приходи и рожай Просто Но при этом роженицам необходимо понимать Что никаких индивидуальных палат и особых условий у них здесь не будет Вместо этого одно большое помещение на несколько десятков коек К тому же текучка здесь сумасшедшая Пришла, родила и ушла И гостям здесь особенно не рады После родов женщина находится в больнице один-два дня К ней могут приходить посетители в определенные часы Но народы никого категорически не пускают Ни мужа, ни маму, ни папу, ни соседей Никого Так, такие правила Во-первых, родильная палата достаточно небольшая Во-вторых, переживательные родственники не помогают, а мешают Всему свое время и место Но я к одной роженице таки пробралась У вас такие тут интересные палаты Вы когда родили? Вчера вечером Сколько у вас тут? Четыре? Хотя тут все вместе, да? Нас семнадцать Семнадцать человек О, ну слушай, как в пионерском лагере Знаешь, лежишь, себе загораешь А все местные жительницы, которые хотят комфортной палаты и уединения Должны приготовить примерно сто десять тысяч рупий Как вы понимаете, таких желающих немного Но в каком роддоме не рожала бы маврикийка Ее ждет приятный бонус При выписке каждая женщина получает ваучер на тысячу рупий на ребенка Потом она может открыть счет и положить туда эти деньги своему малышу И вот он уже маленький, но с деньгами Ха, класс! Могу сказать, что на эту сумму можно либо купить небольшую упаковку Подгузников, либо питание на пару дней Да, не густо Но, видимо, людей это не отпугивает Они продолжают рожать и рожать Это ваш первый ребенок? Уже второй А сколько вам лет? Двадцать семь О, ну так прекрасно, да Большинство местных женщин не затягивают с родами первого ребенка Поэтому в двадцать семь, а то и в двадцать пять уже нянчат двоих Но есть на острове и те, кто становится мамой гораздо раньше Знаете, я в пятнадцать лет думала о том, как получить хорошую оценку и как успеть в музыкальную школу А на Маврикии многие девочки в этом возрасте думают о том, как прокормить не только себя, но и уже своего ребенка Анастейша одна из них Ей семнадцать А ее дочери восемь месяцев А вместо того, чтобы выбирать вуз для поступления и сдавать выпускные школьные экзамены Она меняет подгузники, стирает, кормит и, в общем, занимается материнством двадцать четыре на семь Обычно это девочки из бедных районов, и их довольно много Поэтому существуют такие благотворительные организации, как наши, которые помогают им и финансово, и юридически Живет Анастейша со своей матерью и ребенком вот в таком домике Ну, если его можно так назвать Бедна, тесна, но о своем решении родить она ни на минуту не пожалела Ребенок — это не ошибка, сейчас главное — работу найти Ну, про аборт тебе никто не говорил, ни мама, ни врачи, никто тебе не советовал? Нет Нет, и ты даже не подумала об этом, что... Мы очень религиозная семья А у тебя много знакомых девочек, которые в твоем возрасте имеют детей? Девочка из параллельного класса тоже родила и бросила школу Примерно 10% от всех роженец несовершеннолетние Поэтому работы у нашей организации много Но своих денег у нас нет, поэтому приходится выкручиваться Оказывается, пятизвездочные отели помогают вот этим центрам И продуктами, и деньгами, и даже супермаркеты тоже предоставляют этим центрам продукты Вот видите, у них есть велосипеды, и делают даже такие выезды для детей на велосипедах Учат их кататься и, ну, организовывают им такие вот мероприятия Ну, молодцы, здорово! А вот маврикийские сорокалетние бабушки здесь совсем не унывают Только посмотрите на мой диалог с мамой Анастейши А вы когда узнали, что она беременна, какая у вас была реакция? Да какая? Нормальная реакция То есть вы обрадовались, сказали, что как хорошо, или ругали ее? Нет, я сама в 18 стала мамой А еще хотите внуков? Только если будет хороший зять Отец ребенка Анастейши, к сожалению, испарился прямо перед родами И с тех пор не появляется В общем, вы поняли, проблемы есть Но вот кому бы я сказала спасибо, так это пятизвездочным гостиницам, которые минимум дважды в неделю кормят наших девочек А уж где-где, а в маврикийских пятизвездочных гостиницах еды хватает Еду мы готовим не только для гостей и центров помощи Но мы также поставляем продукты приютом для животных В общем, пока повара работают, даже по ночам в Маврикии может спать спокойно Буфет в пятизвездочном отеле – это гарантия двух лишних килограмм после отпуска Конечно, я бы хотела вам дать лайфхак, как отдыхать и не поправляться Но единственное, что я могу вам посоветовать, это не есть вообще Просто пришли, посмотрели и ушли Вот как я, посмотрела и ушла И все, ничего не произошло Но если серьезно, то шеф-повар – это еще одна престижная и хорошо оплачиваемая профессия на острове Чтобы 500 гостей не остались голодными, на кухне трудится 75 работников Помощники повара зарабатывают примерно 30 тысяч в месяц А вот шеф-повара в лучших ресторанах с легкостью могут получать 100 тысяч рупий И глядя на все это разнообразие, я могу понять, за что им столько платят Так, ну вот это местная кухня, глаза разбегаются, аромат потрясающий Тут на меня смотрят курица с креветками с соусом карри Представляете, никогда не пробовала такое сочетание? Или курица, или креветки, так вроде бы кажется Но говорят, что это потрясающая какая-то фьюжн-кухня Это жареная лапша с овощами, китайское, кстати, блюдо Рис-курица, мусульманское блюдо Ну, по секрету, я тоже делаю рис-курицу Ну и местный хлеб Стоит такое блюдо, где-то 500-600 рупий Ой, слушайте, ну все, у оператора как всегда ручки трясутся Но поехали на работу, это все людям Класс! Все, что вам нужно знать о маврикийской кухне Это то, что она интернациональная Для нас и рис, и паста, и курица, и креветки Все наше маврикийское Так что, если любите поесть, то милости прошу на Маврики Только запомните один нюанс Если вы захотели приехать на Маврики, то добро пожаловать Не чихайте, не кашляйте только и все И никакие прививки вам не нужны Но вот если вы захотели приехать не одни То будьте готовы, что ваша собака или кошка проведут 5 дней в карантинной зоне Куда вы не попадете, даже будучи голливудской звездой Но если так сложилось, что ваше любимое домашнее животное – это птица То, возможно, она даже не увидит этот остров Ведь она проведет на карантине целых два месяца Ну что, есть желающие привезти на Маврики свою птичку? Мы не только привезенных зверей сажаем на карантин, но и боремся с насекомыми, которые переносят разные болезни И хоть лихорадка дэнги и чкуньгуньи у нас еще встречаются, малярию мы победили И чтобы так и оставалось дальше, иногда сажаем на карантин и людей, которые прилетели, например, из Африки и могут составлять угрозу А в остальном Маврики просто райское местечко для любого туриста Опасные хищники отсутствуют Смертельно ядовитых насекомых и присмыкающихся тоже нет Даже акулы на пляже не приплывают А местные такие, как Жак де Марусем, всегда рады приезжим Ведь ему принадлежит огромная вилла Если вы думаете, что наследником шикарной старинной виллы можно стать только по наследству Я не знаю, быть чем-то ребенком, сыном, братом То, конечно, вы правильно думаете, но еще есть как вариант, можно просто удачно развестись Этот дом когда-то принадлежал дедам моей жены, которые были здесь колонизаторами и крупными землевладельцами Но так как у моей жены на эту жизнь были другие планы Она с радостью подарила виллу нашим трем сыновьям, а я теперь здесь управляющий На первый взгляд, конечно, может показаться, что Жак сорвал куш Только представьте, 40 гектаров земли Несколько вилл, и все это стоит 25 миллионов евро Но, как говорят классики, богатые тоже плачут Чтобы содержать все это наследство, у меня уходит минимум 150 тысяч рупий в месяц Дом нуждается в постоянном ремонте, а государство, естественно, не помогает А продать жалко Это ведь все-таки дом с историей А в придачу к истории у дома есть еще 109 дверей Но зачем они? Пусть расскажет сам Жак 150 лет назад кондиционеров не было А жара стояла не меньше Вот по всему периметру дома и наставили дверей Чтобы устроить естественную вентиляцию Жака, конечно, хлебом не корми, да и рассказать про каждую комнату Ведь он уже который год подряд проводит здесь экскурсии для туристов Он знает все про каждую комнату Это наша экзотика, китайская комната Про каждую статуэтку Эту собаку привезли из Италии И каждую тарелку Настоящий китайский фарфор И каждую кровать Здесь когда-то спала монашка Поэтому каждый раз, когда мы с женой ложились в эту постель Нам уже казалось, что мы согрешили Да он тут каждую тречинку знает Но вот чердак лучше покажу вам я Все-таки шокирующие факты Лучше вам узнавать от более знакомых людей Конечно, когда дома почти 200 лет Ну, куда ж без привидений Естественно, я спросила И мне сказали, что действительно Они тут ходят И даже как-то чувствовал Хотя тут все скрипит Я не знаю, тут даже от ветра может все скрипит Но, говорят, какой-то медиум Даже видел Как одна из прошлых хозяев Была вот в этом окне И стояла и смотрела вдаль Вот, смотрите Прямо вот так вот Я сейчас посмотрю Тоже, может, скажешь Что стояла и смотрела Вот так вот она стояла И смотрела Интересно, что она хотела посмотреть Интересно, наверное Соседи каких-то выглядывала В таком доме жить Не побоюсь этого слова Страшно интересно А я отправлюсь туда Где не страшно, а просто интересно На улицу Поверьте, там тоже есть Что посмотреть Архитектура в столице Такая разнообразная Что ощущение Как будто я нахожусь В разных частях света Мы иногда даже шутим между собой Что нам не нужны путешествия У нас все есть здесь И индийская И французская И китайская И британская архитектура И посреди этого учебника То ли географии, то ли истории Много новых современных домов Торговых центров и офисов Квадратный метр в столице Стоит около 100 тысяч рупий Поэтому хорошая трехкомнатная квартира Может обойтись где-то В 12 миллионов рупий Но вот стоимость виллы У океана Измеряется уже сотнями миллионов Но что еще на острове Измеряется шестизначными цифрами Так это прибыль От продажи Сахарного тростника Каждый год Именно сахар Пополняет бюджет страны На полмиллиарда долларов Ведь 90% Маврикия Засажены сахарным тростником А 30% населения Занято его выращиванием И производством И несмотря на то, что Урожай обычно спирается В конце осени Куда бы я ни ехала За окном видел Один сплошной тростник Каждый год Маврикий производит Минимум 300 тысяч тонн продукции Что делает его Одним из крупнейших Производителей сахара Во всем мире И примерно половина Европы Канада и США Кладет в чай Именно наш сахар Можно сказать Что Маврикий Даже на расстоянии Делать жизнь других Чуточку слаще Но что еще поднимает настроение И греет душу Многим жителям Разных стран Так Это одна общая мечта Я хочу встретить Свою старость Где-то на берегу океана Пальмы Солнце Океан Это пенсия Моей мечты На пенсии Я бы хотел оказаться Где-то на берегу океана Вместе с Любимым человеком Так что же получается Местные пенсионеры Должны быть самыми счастливыми Работодателей Таким образом Общая сумма Может в идеале Увеличиться До 30-40 тысяч рупий Но у многих Она примерно 20 Поэтому пенсионеры Часто находят подработки Чтобы не становиться Обузой Для своей семьи Кто-то идет Подметать виллы Или убирать номера В отелях А вот кто-то Мой новый фотограф Это Тезире Лилиман Он маврикийский пенсионер Который наконец-то Сделал свое хобби Профессией О Это красиво А ты давно занимаешься этим? 20 лет Так ты прям Профессиональный фотограф? Ну Диплом фотографа Я не получил Конечно Но за 20 лет Руку набил Дезире не только фотограф Но и художник Он всегда мечтал Заниматься живописью И фотографией Но не мог себе Этого позволить Так как боялся Потерять свою работу В отеле В котором он Благополучно 40 лет И проработал Мне всегда Не хватало Свободного времени И вот Наконец-то Мне больше ничего Не мешает Воплощать мечты В реальность К сожалению Многие могут Себе это позволить Только выйдя на пенсию Вот скажи мне Вот молодым людям Что бы вот Можно было посоветовать Чтобы они Я не знаю Знаешь как Все же придут к пенсии Чтобы вот они были Счастливы Здоровы Полноценны Чтобы не были в депрессии Вот как ты думаешь Какие вот есть Вот секреты Я наверное Тебя не удивлю ответом Но я бы рекомендовал Думать о старости Чуть заранее Поберечь кости Например Отложить деньги И не думать Что все самое веселое Их ждет впереди Здоровье Деньги И удовольствие То есть я правильно понимаю Вот эти три составляющие Счастливой жизни Ну можно и так сказать Тут все важно Я бы еще не забывал Что к старости Надо бы воспитать Хороших и порядочных детей Которые будут ценить Весь ваш вклад в них И не бросят вас На старости лет Все наши островитяне Рассчитывают в старости На своих детей Ведь в нашем непостоянном мире Дети Наш самый надежный тыл Ты жалеешь о чем-нибудь В своей жизни Что-то Может ты упустил Или Сделал что-то не так Вот На пенсии Люди Вот уже в возрасте Они вот думают про это Или наоборот Нужно все отпустить И ни о чем не жалеть Я жалею о том Что мало путешествовала Разве что А в остальном Глупо жалеть о том Что ты уже никак Не можешь изменить Любите то Что у вас есть И спешите получать Удовольствие от жизни Уже Время беспощадно И оно никого не ждет Я абсолютно согласна Ну наверное О путешествиях я Жалеть не буду На пенсии Но Надо любить себя Свою жизнь И все что с ней связано Вот это я согласна Многие местные жители Хотят Чтобы их похоронили Именно здесь На этом месте С таким шикарным видом На океан На этом кладбище Нет никаких разделений Тут похоронены И христиане И мусульмане И буддисты С индусами И вне зависимости От твоего цвета кожи Или вероисповедания Стоит это 30 тысяч рупий Вот такие они Маврикийцы Всю жизнь Любуются океаном И после смерти Хотят лежать Только рядом с ним Это самое тихое место На острове И тишину разбивает Только тот самый звук Который ласкает местных Всю их жизнь Звук океана Удивительный все же Остров этот Маврикий Куда бы я ни пришла К богачам Или бедным В школу Или на плантацию На танцы Или в роддом Каждый местный житель Тебе искренне Улыбается Возможно Маврикийцы Наконец-то Разгадали тайну Счастливой жизни И глядя на них Я понимаю Что счастье Заключается В любви К себе К месту В котором ты живешь И к людям Которые Тебя окружают Счастливой жизни Маврикийцы Маврикий Маврикий Действительно Райское место Здесь даже при большом желании Придраться не к чему Ну Разве что Яблоки Могут быть дороже Чем манго А местные жители Очень расслабленные Но вряд ли Это можно считать Проблемой Когда вокруг тебя Океан Потрясающие фрукты И красивые Расслабленные Счастливые люди Однако Это лишь только Взгляд со стороны Потому что Только сами Маврикийцы Могут сказать Какие на самом деле Здесь есть плюсы У нас очень безопасно Здесь красивая природа Всегда тепло Лазурный океан Самые добрые люди Здесь невозможно грустить И всегда можно заработать на туристах И какие минусы? Непредсказуемая погода Дорогие продукты Дорогие машины Многие живут бедно Далеко лететь до континента Мы никогда Не сможем узнать Что же на самом деле Творится В жизни других Ведь у каждого Есть Свои секреты Но что мы точно Можем сделать Это учиться Развиваться И становиться Лучшей Версией себя Благодаря Жизни других Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин